Ладно, сейчас позвоню своей лучшей подруге в Париж. Я собиралась позавтракать с ней через 8 часов, хорошо? Ладно. Возьми трубку. Что? Подними трубку. Алло? Алло? Вани, это Селин. Как ты? Всё хорошо. Просто отлично. А ты? Я задержусь, произошло нечто невероятное. Знаешь, я тут решила подучить английский недавно. Давай поговорим по-английски, так, для смеха. Ладно, хорошая идея. Я, наверное, не успею приехать сегодня к завтраку. Прости. Я познакомилась в поезде с одним парнем, и мы с ним сошли в Вене. Мы всё ещё здесь. Ты с ума сошла? Возможно. Ну? Он острый, он из Вены. Нет. Он тоже здесь проездом. Он американец. И зачем ты сошла с ним с поезда? Он меня уговорил. То есть, вообще-то, я была... Я была готова сойти с ним с поезда. После того, как мы немного поговорили, он был так мил, что я не удержалась. Мы были в вагоне-ресторане, и он рассказал, как маленьким мальчикам видел призрак своей прабабушки. Думаю, тогда-то он мне и понравился. Образ этого маленького мальчика и его прекрасных фантазий. Он меня поймал. И он такой милый. У него красивые голубые глаза, розовые губы, жирные волосы. Просто класс! Он довольно высокий и немного неуклюжий. Мне нравится чувствовать, что он смотрит на меня, когда я отворачиваюсь. Он целуется, как подросток. Это так мило. Что? Да, мы целовались. Это было так восхитительно. С наступлением ночи он стал нравиться мне все больше и больше. Но, боюсь, я его напугала. Помнишь тут мой рассказ о женщине, которая убивает своего бывшего любовника и так далее? Он, наверное, напуган до смерти. Наверное, думает, что я властная жестокая женщина. Надеюсь, он все же так обо мне не думает. Ты ведь меня знаешь. Я совершенно безобидное существо. Я способна причинить вред только себе. Не думаю, что он тебя боится. Думаю, он без ума от тебя. Правда? Я ведь уже давно тебя знаю. И у меня хорошее предчувствие. Ты собираешься встретиться с ним снова? Мы об этом еще не говорили. Ладно, твоя очередь.